Наталья, здравствуйте! Рядом со мной сейчас депутат Государственной Думы Лидия Николаевна Антонова. Лидия Николаевна, здравствуйте! Добрый день! Как ваше настроение? Вы уже успели проголосовать, я знаю. Да, я успела проголосовать, потому что, знаете, почетное право иметь выбор. Такой замечательный день, я думаю, надо именно с солнышком, с рассветом практически осуществлять. И поэтому с утра мы приехали на избирательный участок. Мы это кто? Мы это вся наша семья. Мы живем в разных местах, и в Люберцах, и в Москве. Но все решили голосовать здесь, на родной Люберецкой земле. Поэтому это моя дочь, ее муж, это моя племянница, ее дочь, друзья моих родственников. В общем, у нас такая большая делегация. Все брали из разных мест заранее документы, чтобы голосовать в Люберцах. И все поддержать Люберецкий район родной. Здорово! Ну а почему все-таки выбор-то в любом случае, да, он будет сделан? Какая разница, куда вот опускать бюллетень? Почему именно в Люберцах? Вы знаете, ну, во-первых, конечно, выбор будет сделан. Но мне кажется, очень важно, когда ты голосуешь в том месте, где ты родился. Вот я, например, помню, что когда была маленькая, вся наша большая семья, тогда родители, дедушки, бабушки, сестра, брат, мы все вместе шли в школу тогда. Она называлась школа номер один, сейчас 46-я в Малаховке. И, ну, мы, конечно, дети по-разному относились. Я помню, что мы всегда ждали, что будут вкусного продавать в буфете. Ну, в общем, времена были не очень такие сытные. И поэтому хотелось, конечно, что-то родители обещали купить. Вот, и это я точно помню. Потом я помню, как я работала там учителем. И тоже это был день, когда мы старались какие-то показать достижения наших ребят, учеников. Общались, приходили выпускники. То есть это всегда был день встреч. Вот встреч со своим родным домом, с родной семьей, со своими близкими. Это важно. А что для вас выборы сегодня? Ну, вы знаете, когда говорят, что мы живем в сложное время, оно у нас всегда сложное. Мне кажется, оно интересное. Потому что, в принципе, день выборов – это именно день, когда, независимо от того, что у нас более ста, там, семи миллионов избирателей в России. Большой, конечно, большая-большая семья россиян. Но очень важно, что в этот день ты себя чувствуешь вот в этой семье, что ты нужен и что тебя ждут. Знаете, у меня есть в нашей семье, дай бог здоровья, очень старейшая член семьи, бабушка. Ей 92 года исполнилась вот как раз накануне выборов. И она с утра мне звонила и говорит, ну ты уже как проголосовала? Я говорю, я еще не успела, баба Валя, вот мы идем. Перед выборами у нас родился новый член семьи. Вот у моего брата родился внук, мальчик. Поздравляю. Здесь, в Люберецком роддоме. Знаете, вот так все вместе. Но, наверное, это не случайно. Наверное, это день выборов, когда ты задумываешься о том, а ты сам лично, вот ты что, правильно живешь? Что ты сделал? Или вообще, что ты можешь еще сделать полезного для своей семьи, для своих друзей, ну, в целом для людей? Спасибо большое за ваше мнение. Спасибо. Ну, Наталья, я передаю вам хорошее настроение, конечно, и мы будем следить за развитием событий. Спасибо, Мария. Хочу напомнить, что сегодня, в единый день голосования, корреспонденты ЛРТ ведут репортажи с избирательных участков и прямые включения из территориальной избирательной комиссии Люберец. Следите за эфиром. Хорошего вам дня.